И пресса. Еще раз напомню, что сегодня мы здесь в связи с тем, что полиция вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, вместо того, чтобы защищать права людей, защищать правопорядок в республике Молдова, сами его нарушают. Сегодня полицейские в страхе остаться без работы выполняют незаконные приказы. Сами понимают, что выполняют незаконные приказы, но ничего не могут сделать против этой власти. Сегодня мы пришли потребовать вернуть наши листовки, потому что с самого утра представители полиции получили все необходимые документы и подтверждающие документы, что листовки напечатаны законно. В тот момент, когда я была на месте, мы доставили им документы, они мне сказали, что все законно, все нормально, они сделают протокол и уйдут. Как только я ушла, они начали изымать листовки. Без оснований, без аргументов, попросту воровать. Мы дожили до того, что полиция не расследует воровство, а сами воруют чужое имущество. РУ-ШИ-НЕ! 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 Уважаемые сограждане, мы здесь находимся с двух тридцати. Я в качестве депутата зашла в инспекторат полиции для того, чтобы встретиться с руководством этого института и понять, на каком основании изъяли листовки, где находятся листовки и потребовать вернуть листовки, которые мы оплатили из наших денег. Но, как ни удивительно, в республике Молдова, видно, даже руководство полиции ходит и раздает листовки, потому что на месте их нет. Мы дожили до того, что приходишь в два тридцать к конспекторату полиции, а руководства полиции нет на месте. Зато зарплату получают вовремя. Зато погоны получают вовремя. Звездочки на погоны, когда выполняют политические приказы, получают вовремя. РУ-ШИ-НЕ! 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 Уважаемые сограждане, для того, чтобы все понимали, я показываю листовку, которую сегодня изъяли из типографии. Листовка, которая говорит о том, что Молдова находится в опасности. В опасности потому, что по заявлению или по честному признанию главы делегации ЕС Молдовы Яниса Можейкиса, в случае вступления Молдовы в Евросоюз, земля будет продаваться. Поэтому была выпущена, да, иностранцам, поэтому была выпущена эта листовка, для того, чтобы в преддверии референдума об изменении Конституции люди знали, что есть такая возможность. Для того, чтобы люди знали, и почему нет, в том числе слова головы делегации ЕС. Но представители полиции испугались и забрали эти листовки. Де-ми-си-я! 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 Нет продажи земли! Нет продажи земли! Нет продажи земли! Нет продажи земли! не от продажи земли. Уважаемые граждане, я сегодня пришла сюда в том числе с договором о функционировании Европейского Союза для того, чтобы показать это руководству полиции, для того, чтобы опровергнуть ту ложь, которая сегодня позволяет себе Майя Санду и власть. Четыре года назад они вас уже обманули, обещали вам хорошие времена. Сегодня они вас пытаются обмануть и сказать, что земли иностранцам продаваться не будут. Но при этом они замалчивают, что продажа земель или свободное передвижение капитала это одно из четырех основных принципов Евросоюза. Принцип о свободном передвижении капитала описан в статье 63 договора о функционировании ЕС. И в этой связи мне очень интересно, наша доблестная в кавычках полиция будет изымать и договор о функционировании ЕС, будет задерживать тех, кто заставляет исполнять этот договор,